Сильнейших определяли на открытом турнире Eagle Flight по грэпплингу в Махачкале. Около 150 спортсменов боролись за призовые места. Соревнования посвятили памяти чемпиона мира по боевому самбо Макошарипа Макошарипова. Вся подробности в сюжете Курбана Рагимова. Это умная борьба. В грэпплинге все решает не грубая сила, а техника и умение наперед просчитывать шаги соперника. Самым сильным по составу стал вес до 66 килограммов. В финал тут пробелись одноклубники из школы имени Абубакарова. Со стилем и манерой борьбы друг друга Хасан Тимеев и Газимагамед Тагаев знакомы не понаслышке. Исход этой равной схватки решил жребий. В более комфортном положении оказался Тимеев, который сумел выжать из нее максимум. Кого не знаю, что легко бороться. Сегодня может удача на моей стороне. Хасан Тимеев, если ему попали, он должен был болевой сделать. Юноши, юниоры и взрослые. Всего 20 весовых категорий. Первый турнир по грэпплингу Eagle Fight собрал атлетов со всех уголков Дагестана. На открытии участников приветствовали представители городского спорткомитета, федерации грэпплинга и общественной организации АСПатриоты. Здесь же теплыми словами вспоминали Макашарипа Макашарипова. Жизнь мастера спорта международного класса трагически оборвалась в 2012 году. Но память о нем навсегда останется в сердцах его друзей и близких. Он был просто великолепным человеком, хорошим горцем, настоящим сыном Дагестана. С него можно было брать пример во всех смыслах. Он был спортсменом высокого уровня. И как человек он просто был безупречен. Пришли, как вы видите, много гостей. И все гости, все спортсмены всем благодарны, хотел выразить от лица организатора, от лица Джамата Шаминского района. В республике борьба в партере развивается лишь около 10 лет. Грэплинг уже полюбился дагестанцам. Турниры проводятся с завидной регулярностью. Здесь молодежь проходит своего рода обкатку. На таких соревнованиях я сам участвовал, набирался опыта. Я помню, что первое соревнование, в котором участвовал, у нас были внутриклубные чемпионаты, были республиканские турниры. И сам набирался опыта, выступал на таких соревнованиях. Первое соревнование я стал вторым. Что дало? Насколько это мотивировало в дальнейшем? Мотивировало вернуться в зал, начать заниматься усерднее. И уже на других соревнованиях хотелось более хорошо выступить, успешно выиграть. Такие турниры дают спортсмену больше уверенности на ковре и больше опыта. Когда у человека много опыта, у него не бывает волнения, боязни проиграть. Он просто выходит и делает то, что он часто делает. Поэтому частые турниры помогают хорошему выступлению на ковре. Советом своего старшего партнера по команде следует Магомед Шахбанов. Он активный участник всех региональных турниров. Двукратному победителю первенств мира 17 лет, но на этих соревнованиях Шахбанов выступал среди взрослых. Четвертое соревнование по взрослым. Насколько успешно? Успешно? Ну, вроде пока нормально идет по мужикам. То есть ты уже готов, окреп и по взрослому участвовать? В ближайшие соревнования, думаю, это первое место Дагестана подготовиться на него хорошенько и выступить там. Всех призеров соревнований наградили ценными подарками от спонсоров. Следующий турнир Eagle Flight организаторы планируют провести в мае. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.